Всем доброго времени суток! С вами Светлана. Я сегодня буду готовить беточки с подливкой. Для этого мне понадобится 1 средняя луковица, мелко нарезана, зелень, у меня замороженный укроп, 2 зубчика небольших чесночка и фарш. Фарш вы можете использовать совершенно любой, у меня куриный. Всё это необходимо посолить, поперчить. Я ещё добавлю сушеный базилик. И чёрный молотый перец. И всё это хорошенечко перемешаем. Его надо не просто перемешать, а так вот немножечко даже подбивать. Берём формочку, в которой будем запекать. Берём фарш и формируем котлетки. Также вы можете использовать в этом рецепте не только фарш, а взять мясо и мелкими кубиками его нарезать. Биточки отправляем в духовку. Готовятся они будут при температуре 180 градусов 10-15 минут. А тем временем мы с вами приготовим подливу. Обжарила лук вместе с шампиньонами. И теперь необходимо это всё немножко посолить по вкусу, поперчить. Также я добавлю сушеный базилик. Добавляю 200 мл сливок любой жирности. И добавляю 300 мл молока. Немножко я оставлю в кружке, чтобы развести муку. Я беру 1 столовую ложку муки. Также можно использовать крахмал. И вот в небольшом количестве молока размешиваю в муку, чтобы не было комочков. Всё это выливаю. Перемешиваю. И ставлю на плиту. Доведу до кипения. После закипания проварю эту подливу в течение 5 минут. Биточки провели в духовке ровно 10 минут. Мясо посветлело. Следовательно, можно уже заливать подливкой. Подлив у меня также готова. Вот такой вот консистенции у вас должна получиться подлива. Я её довела до кипения. Появились пузырьки. После чего я уменьшила огонь до минимума. И засекла ровно 5 минут. Вот я готовила подливу. После закипания ровно 5 минут. И теперь необходимо залить биточки. Биточки. Подливкой. Разравниваем равномерно. Биточки отправляем обратно в духовку. Запекаться они будут при температуре 180 градусов. От 20 до 35 минут. Биточки готовы. Это очень-очень вкусное и сытное блюдо. Обязательно я вам рекомендую его попробовать. Вот такая вот красота. Вы видите, что они не разваливаются. Целенькие. Красивенькие. Очень сочные и вкусные. Обязательно попробуйте приготовить. На этом у меня всё. Спасибо, что были со мной. С вами была Светлана. Приятного аппетита. До скорой встречи. Пока-пока.